Спрашивают, ради чего вы иди погибайте. Ну, я только за себя могу сказать. Я воюю за то, чтобы в Украину не проникали метастазы россиянскости, российскости, то есть называйте как хотите. Понимаете, это вот пример, чтобы было понятно, как я это вижу. Если человек, там, человеческий детеныш, помните мультик там по Редиарду Киплингу, мало ли, да и когда человек попадает в волчью стаю, и он так или иначе становится похожим на волка, карикатурным подобием этого волка становится. Так вот, я воюю за то, чтобы вот этот вот россиянскость, вот эта плесень вот эта российская не залезала сюда в Украину, не превращала украинцев, в широком смысле, я не имею ввиду там этнических украинцев, крымских татар, там, я не знаю, русских этнических, которые здесь просто, народ, который живет здесь, в этом ареале, да, то есть не превращала их в стаю гиен, таких как в России. Вот Россия, с моей точки зрения, вот сейчас два года войны прошло, да, и я смотрю на россиян, и я не понимаю, то есть через два года войны эти люди, они уже видят, это не Вторая мировая, да, то есть они видят по Ютубу, они видят там по каким-то, ну, где есть средства информации, они видят, как стираются города с лица земли, как умирают десятками тысяч люди в Украине, и они это оправдывают, они находят для этого оправдания, это либо, ну, с моей точки зрения, конечно, моральные уроды уже полнейшие, то есть без каких-то понятий о добре и зле, либо циники откровенно, то есть вот как-то сформировалась, вот среда обитания так в России сформировала таких людей, такой, такой, там как был советский народ, да, в Советском Союзе, там такое понятие, такие сейчас российские народы, которые говорят, да, ну, вы же хотели назвать улицы, там, Степана Бандеры, поэтому вот, да, мы 300 тысяч убили украинцев, вот у нас там, у них там сейчас теракт в этом Крокусе, там 150 человек погибло, но у нас каждый день они убивают 150 человек, каждый божий день, на протяжении уже 700, там, 64 дней, мне говорят, да, нормально, вы же хотели базу НАТО поставить, вы же там по-русски не давали говорить, ну, то есть, ну, какие-то находят оправдания для того, чтобы, ну, да, вот у меня в Харькове, допустим, у меня эта сцена, это прошло уже, я не знаю, несколько месяцев назад, когда после бомбежки мать заперлась в ванной со своими тремя детьми в горящем доме, и она сгорела, и она погибла, и дети погибли, и муж ее погиб, я вот представляю себе, как она сгорала, там, умирала, умирали ее дети на глазах, и я эту картину из своей головы выбросить не могу, и россияне находят оправдание таким событиям, то есть, то, что они, это они причиной это является, у нас там за 23 года, блин, независимости Украины не было, ни терактов, ничего, мы жили себе, работали, ездили в другие страны, зарабатывали, бедно жили, ну, там побогаче, чем при Союзе, допустим, я как рабочий, но эти люди, как-то у них сформировалась такая ментальность, такое отношение, что это допустимо, убивать сотнями тысяч людей, каждый день у нас тут вот свой крокус-центр, понимаете, дети гибнут, люди гибнут, сгорают заживо, задыхаются под завалами, и это все россияне говорят, ну, да, ну, вы же там, что, там, бандеровцы, или кто мы там, вот я не хочу, чтобы вот эта плесень, вот этот морок, вот это вот, ну, это же происходит так с людьми, у меня родственник, у меня там мать русская, да, этническая, отец украинец, и у меня много родственников русских, и дядька мой, который там авиационный институт закончил при Союзе у нас в Харькове, то есть, и он говорит, это еще в нулевых годах было, он говорит, я готов не доедать, не дозыпать там, но чтобы моя страна была великой, у человека, понимаете, как-то так голова, и они считают меня нацистом там, каким-то там, то есть меня, которого не знаю, с молодых ногтей, с пеленок, они считают, что раз я воюю за свою страну и пытаюсь не допустить сюда этого, ну, просто вырожденцев этих, что я какой-то нацист, то есть, что-то у людей, это же, я говорю, это интеллектуально развитые люди, он совершенно там, авиационный закончить при Союзе, это надо было постараться, это надо было интеллектом обладать недюжим, и вот у этих людей все равно какой-то бзик в башке, что совершенно спокойно можно убить 300 тысяч украинцев, просто потому, что мы хотели там базу НАТО, ну, как они думают, забывая, кстати, о том, что в четырнадцатом году мы там и, у нас не было никаких баз НАТО, у нас не, у нас одна база была, блин, военная, другой стороны на нашей территории, это был Черноморский Российский флот, мы были страной с неблоковым статусом, записанным в Конституции в тринадцатом-четырнадцатом году, до тех пор, пока Крым не аннексировали, потом уже поменяли Конституцию, на то, чтобы у нас, это все, ну, как бы мимо кассы, это без толку о чем-то разговаривать, это какое-то просто моральное, это шакалы, гиены, это просто огромные миллионы людей через два года после войны голосуют за Путина, поддерживая то, что сейчас происходит в Украине. Сотнями тысяч гибнут сами, убивая сотнями тысяч нас. Я не хочу, чтобы это, это, понимаете, как будто как вурдалаки, как вампиры, то есть они там кого-то покусают и в них превращаются, то есть они вот захватили, эта плесень расползлась на соседнюю территорию, и там тоже люди превращаются в такой же навоз, интеллектуальный, моральный. То есть задерживает, задержанного от этого крокус-центра, когда силовик отрезает ухо у человека, ну, прямо сам отрезает, снимает это, заставляет съедать это ухо этого задержанного, и потом сам же выкладывает это, я не хочу, чтобы в моей стране были, ну, было это, но я даже не знаю, как тут можно это комментировать. И мне в комментариях пишут, надо было, блин, голову отрезать россияне, понимаете? То есть у них даже нету никакой, вот эти задержанные у одного глаз выбьют, другого там за гениталией током попытали. Я не хочу, чтобы в моей стране садили на бутылки, чтобы в моей стране, блин, президент сидел 25 лет, блин, нафиг на кресле, там, понимаешь, пророс уже своим геморроем в этот трон. Да вы что, люди, блин, я не представляю. Ну, то есть им-то это нравится, я не хочу, чтобы эта отрава пришла сюда. Понимаете, это какое-то просто отравление мозга происходит. Так вот, я воюю, чтобы не было здесь вот этих метастаз российскости, которые просто, ну, я не знаю, все вот эти вот буряты, чеченцы. Посмотри, чеченцы воевали, превратились в кадыровцев. Когда извиняются на камеры перед этим, блин, я не знаю, бородатым мужиком, который не знаю, кем себя возомнил, его сын этот ходит весь в наградах. Шо это такое, люди, блин, 21 век на дворе. Вы казните людей, там, садите их на бутылку, кувалдой размаживаете головы, блин. Вы кто, блин, орки? За что я воюю, блин. Субтитры создавал DimaTorzok